Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о таком уникальном препарате, как Байкал М1. Что это такое? Байкал М1 – это набор почвенных микроорганизмов, которые естественным путем обитают в земле. Это микробиологическое удобрение, но с другой стороны это и фунгицид, потому что микроорганизмы, которые здесь находятся в Байкале, уничтожают патогенные микроорганизмы в земле и на растениях. В принципе, выделить микроорганизмы из почвы, полезные микроорганизмы, не так уж и сложно, но собрать их в одной емкости представляется собой довольно-таки трудно. Первыми решили эту проблему японцы. Они создали препарат, и потом наши ученые также начали создавать вот такого типа препараты. И лучший набор микроорганизмов находится именно в Байкале. Многие видели в продаже такие небольшие пузыречки Байкала. Это концентрат, из него нужно готовить самим раствор. А вот в таких больших бутылках продается уже полностью готовый к применению препарат Байкал М1. Как же пользоваться им и что дает этот препарат? Этот препарат обеспечивает накопление в почве полезных микроорганизмов. Когда мы обрабатываем почву, то часть полезных микроорганизмов мы убиваем своими руками. Это происходит и при перекопке, и при внесении удобрений, и при внесении различного типа фунгицидов и других пестицидов в почву. Микроорганизмы умирают, и почва становится практически пустой. Для того, чтобы растения брали из почвы питательные минеральные вещества, они обязательно должны быть переработаны микроорганизмами. И сами микроорганизмы являются элементами питания растений, и они перерабатывают и органические остатки в почве. Если почва не имеет в своем составе микроорганизмов, она становится жесткой, клёклой, или наоборот такой рассыпчатой, как пыль. Потому что микроорганизмы, они еще и рыхлят почву. Почва становится какой-то бесплодной. Поэтому обязательно нужно добавлять байкал на свои участки. Но просто развести его согласно стаблице и полить участок бедными органическими веществами недостаточно. Потому что для того, чтобы ваша земля обогатилась микроорганизмами, у них должно быть питание. А питаются они растительными остатками. Другими словами, прежде чем вносить байкал в землю, нужно ее обогатить органическими веществами. А это может быть трава, это может быть опилки, даже та же самая зола. Вот тогда ваша почва будет более плодородной. Очень хорошо развиваются микроорганизмы на гречневой шелухе, на таком мультирующем материале. Другими словами, мы можем внести под какой-то куст байкал, а сверху мы посыпем гречневой шелухой. И тогда вот как раз под этим мультирующим материалом микроорганизмы будут хорошо себя чувствовать и почва будет более плодородная. При разведении байкала нельзя использовать флорированную воду, потому что здесь микроорганизмы живые и от хлора, который содержится в воде, они погибнут. И применяют этот препарат, когда температура дневная, ночная выше плюс 5 градусов. А дальше микроорганизмы перестают работать, они попадают в состояние покоя. В байкале можно замачивать семена, он разбудит ростки и продезинфицирует оболочку семян. Байкалом можно опрыскивать комнатные растения и рассаду. Байкал можно вносить в подкомнатные растения, но не под орхидеи. Байкалом можно обрабатывать теплицы перед тем, как начать их эксплуатацию. Байкалом можно обрабатывать растения и перед посадкой, и уже после посадки, потому что он увеличивает и стрессоустойчивость растений. И байкал применяется для изготовления удобрений компоста. Он ускоряет процесс компостирования и с помощью байкала можно делать жидко-зеленые удобрения. То есть в емкость мы набиваем наших сорняков, заливаем водой и туда же добавляем байкал. Тогда процессы пойдут более быстрые, и раствор будет еще и обогащен многими микроорганизмами. Среди них есть молочнокислая палочка, которая является самым мощным природным стерилизатором. Если открыть байкал и понюхать его, то будет запах примерно похожий на запах кваса. Но если запах становится неприятным, противным, тогда такой препарат лучше не применять. Это говорит о том, что там начались уже процессы, которые приводят к порче этого препарата. Срок годности байкала один год, поэтому постарайтесь бутылку использовать за сезон. Но при правильном использовании как раз на сезон бутылки-то и хватает. Обязательно приобретите препарат байкал. Это поможет вам и оздоровить почву, это поможет и сделать ее более плодородной, это поможет избавиться от вредных микроорганизмов и в теплице, и в горшках с растениями. Я надеюсь, наши советы убедили вас, что нужно пользоваться байкалом, нужно пользоваться правильно, и тогда почва станет, сразу вы увидите, как изменится структура почвы, и почва станет более плодородной, на которой будет лучше расти ваш урожай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!